всем привет предновогодняя филилова у всех надеюсь что вы нас будете хотя бы сегодня просто слушать у вас таким фоном вымыть и прямой эфир тема художественная роспись азбука линий мы с наташей как люгиной решили сделать в этом году апгрейд и тех кто купил пакет и ми мастер кто купил пакет платина у вас уже надеюсь на дальше проверить кстати автоматически бесплатно добавили новую азбуку линии по факту если посмотреть как наташа сняла азбуку линии по элементам она особо не отличается от моей а звуки линии почему снимали именно с наташи почему я в этот раз не стала переснимать потому что я все-таки давно уже не преподаю вот и а ты до сих пор преподаешь что меня всегда мучает вопрос как возможно преподавать один и тот же курс сколько 13 лет что-то меняется цвета меняются в группе люди меняются какие люди интересные приходят много лет уже в профессии люди все интереснее интереснее так кстати представим наташа как люгина катя мирошниченко наташа как люгина работает у нас в компании сколько 15 лет и 4 месяца офигеть я всегда ржу как точно ты всегда отвечаешь вот пришла работать они ты пришла учиться сначала ты отучилась отучилась и осталась я осталась работать мастером маникюра потом когда мне понадобилась помощь когда учеников становилось все больше я начинала уже ездить по стране мне понадобился преподаватель на базовые курсы вот ничего не изменилось представляешь вообще не про меня не знаю про кого ты рассказываешь на кстати я всегда вот пример привожу смотрите я художник с высшим образованием да и мне очень легко придумывать что-то новое адаптировать это под ногти и создавать какую-то методологию меня конечно как преподавателя надолго не хватало никогда я помню что мастером я отработала только шесть лет преподавателем я отработала наверное примерно столько же потом я перешла уже на какие-то варианты когда это я работаю на выставке на большую аудиторию это когда бесплатный контент но на большие аудитории я всегда работала вот и сюда вот удивлялась таким людям не преклоняюсь кто монотонно вот так из года в год дает базовые программы базовые программы кстати давать намного сложнее чем для сильных мастеров потому что на базовые программы приходят как правило люди без подготовки и когда сам преподавать наташа она без подготовки она не художник с высшим образованием рисовать она никогда не рисовала и я всегда ценю вот таких преподавателей по маникюру по дизайну ногтей которые сами не являются дизайнерами художниками но при этом дают супер результат если брать по чистоте выполнения и при этом они кстати вас лучше понимают намного чем вот такие как я которые художники потому что я как творческий человек иногда мне кажется у меня должны были бы понять я вроде как все понятно объяснила но я всегда немножко даю возможно такими сложными тезисами а когда вот мастер маникюра без художественного образования но вышел на вот этот уровень очень высокие да вот мы сегодня специально я выбрала тип самый такой один из сложных вензеля специально даю вензеля ну плюс сейчас декабрь новогодняя тема снежная тема сейчас будет еще актуально месяца два как минимум вот то что она это делает в совершенстве и вот смотри у нас ты меня старше да вот я сейчас чуть-чуть но все равно старше я сейчас вот посади меня делать кстати вензеля я их уже не нарисую у меня уже на выкупал не ну я нарисую себя посижу недельку потренируюсь у меня рука вспомнит вот поэтому нет я пример того что этому можно просто научиться эти элементы все заучиваются и даже если вы не рисуете если вы не рисующий мастер есть то есть как бы ряд элементов которые просто заучиваются начиная тонкой линии толстой линии закрутить ее завертеть завернуть просто разобраться с чего начать и чем закончить вот и то есть как бы я все время девочкам на уроке говорю что это все заучено это все заучено научено и когда ты знаешь какой-то набор базовых элементов ты потом уже из этих элементов можешь составлять какие-то сложные композиции это смотрится потом уже вау вот поэтому все очень доступно и азбука линии базовый курс он как раз направлен на элементы вы смотрите элементы за 20 лет в маникюре они как таковые не изменились меняется компоновка композиция материалы меняются какая-то подача цветовая гамма но сам элемент вот в своей сути он не меняется элементы они из года в просто кочуют там вот одно время но и сейчас вот например опять мода последние два-три года опять животные принты вернулись до до этого их не было лет пять наверное мы их даже в азбуку не вставили была больше такая тема цветочная шла сейчас наоборот опять меньше цветочная дается меньше вензелей больше опять уходим в животные принты и курс здесь как раз составлен из этих же элементов которые были два-три года назад просто чуть-чуть апгрейдена сама компоновка и композиция вот бензеля все те же самые ну только немножко другой подачи мы сегодня облики да сегодня как раз специально решили показать вензеля вот абстракции кстати в этом курсе интересны потому что вот абстракции последние 3-4 года они постоянно с нами да вот сейчас в принципе можно на цветы не обращать внимание да и не концентрировать если видите что они у вас не получается да забейте на них можете вернуться там через год через два когда эта тема будет опять в тренде но сейчас тренд все-таки больше абстрактные элементы и животные принты вот что я еще хотела сказать смотрите вот наташа она является куратором вами онлайн как раз на большей части пакетов где базовые дисциплины идут по росписи но в том числе как раз этот курс азбука линии я очень часто как куратор на ими мастере все равно смотрю что на базовых курсах я все равно эти всякие вопросы вижу что происходит у других кураторах там например пакете платина и всех конечно всегда накрывает от уроков связанные с завитками с вензелями это как здесь нет исключения смотрите когда вы неподготовленный человек вы бухгалтер по образованию так сети бухгалтер да да много лет проработала бухгалтером вот если вы учитель по образованию юрист повар-кондитер там не знаешь я закрощица это перечислял эти профессии чаще оттуда больше мастеров приходят маникюра вы пришли без подготовки поймите вот вы начинаете приступили к базовому курсу росписи и конечно не бывает такого волшебства вы понимаете что вдруг ваши руки взяли и начали рисовать вензеля понимать там тигр линии чуть попроще у вас это лучше получается и у всех сразу расстройства начинаются кто-то прям плачет кто-то искренне злится и пакеты которые вы покупаете дорогие они с сопровождением и смотрите ни в одной школе нет такого пожизненного сопровождения потому что я помню что изначально когда мы запускали пакет тот же платина но как бы оговаривал что хотя бы год сопровождения на как бы все потому что невозможно все время сопровождать хотя наши пакеты они пожизненные вы купили с вами эта информация всегда вот я тоже сама говорю ну смотрите купили пакет платина там много всего и у вас до дизайна руки не доходят я говорю ну самое главное все равно да для вас что получить диплом по маникюру потом приступить к наращиванию ну ничего страшного если вы через два года приступите к росписи ничего страшного если у вас в шестой раз куратор наташка клингина наоборот да ладно вы как-то считали ты шесть раз отклонила работу девочки но там правда понимаете если вы взяли сопровождение вы же заплатили за это деньги не маленькие понятно что кураторы они работают понимаете работа в чем заключается чтобы вас стимулировать на результат ну понятно когда что шестой раз у тебя не приняли вензеля ты начинаешь расстраиваться психовать но это нормально нормально расстроиться нормально по психовать я просто переживаю вот ничего страшного слова подобрать чтобы не обидно чтобы не обидеть человека всегда пишу что самое главное 50 процентов успеха это хорошая кисточка это сто процентов 50 процентов точно эта проблема была в кисточке они вас обратить внимание на кисточку и вот с этого момента что начнется так ладно сейчас мы перевернем хоть покажем сейчас что будем рисовать сейчас сам кстати курс его можно купить отдельно смотрите он же не во всех пакетах будет бесплатно бесплатно это только пакетами мастера пакет платина пакет чемпион и все все правильно перечислила до для всех остальных можно купить отдельно и насколько я знаю что если вы покупали до этого азбуку вообще сейчас по моему со скидкой этот курс висит ты не смотрела затрудняюсь вам сказать короче девочки сейчас я знаю что мы вот этот месяц мы же вы недавно повесили в продажу с хорошей скидкой идет это что-то я говорила видите очень много упора сделано на абстракции видите если предыдущая азбука линии там больше упор идет на такие какие-то классические элементы то здесь видите в этот раз очень много вот таких вот неформальных вариантов до линеарных скажем так не цветных а вот таких вот графических не вот эти вот очень нравятся варианты вот такая видите флористика вот такая всякая штука вот такая абстракция вот флористика есть да мы и все равно оставили немножко потому что иногда нужно например если свадьба какая-то попалась хотя сейчас конечно на свадьбу московые цветы они всегда смотрятся по-взрослому и вот на курсе обращают внимание именно на московые цветочки то есть не ранее на ромашечки на сакуру это уже как немножко ушло в историю вот московые цветы прикольно смотрится то есть каждый лепесточек состоит из отдельных мазочков вот поэтому этот курс уже мы перезаписали с наташей решили что лучше ей перезаписать этот курс хотя в девятнадцатом году записывала я сама вот сегодня мы предлагаем вам вот такой вариант специальная наташа думает качо показывали я говорю давай вензеля показывает потому что сейчас декабрь еще это актуально будет в январе и феврале до молодые девчонки возможно это прям молодежь рисовать не будет до для молодежи больше там что-то что вот такое вот для них классно а клиенты которые вот 40 плюс даже 35 плюс они очень многие там вот ну не против таких вариантов самое главное с чем подать это самое главное с чем подать так ну чё давай приступай сейчас наташа начнет рисовать я тут посижу рядышком буду комментировать немножко подвякивать да я буду сидеть переживать со мной сидит екатерина николаевна вообще пятки трясутся руки трясутся ручонки и немножко отсвечивает к отнюю что дуя мешка ну мы начнем с того что я буквально несколько секунд уделю тому что попытаюсь нарисовать такой элемент просто на листочке чтобы это было покрупнее вообще вот в курсе которые записывали и катя записывала вензеля и мы перезаписали вензелю scale там тоже очень подробно рассказывала на ли стоит ну как бы на листочке с красочкой с кисточкой как выкрутить руку как развернуть как повернуть и так далее вот если бы допустим берете в руки кисточку очень сложно рисовать завитки не отрывая руки например так то есть ручка можно было бы там взять и не отрываю руки нарисовать окружность а вот кисточка когда на ней набрана краска так и сделать невозможно и получается что этот элемент вензелечки мы делим на отдельной части первая часть первая линия она всегда самая мощная самая длинная и вот уже на эту линию мы будем нанизывать дополнительные линии эту линию можно не слегка приукрасить добавив внутрь линию чуть короче но она точно также продолжит свой путь параллельно первой линии можно добавить еще одну линию и вензелечек уже будет более таким винтажным так теперь мне кажется резкости нет вниз она когда-то рисуешь ее нету резко а потом она появляется ну то что фокус на твой вот этот палец может быть на него перчатку здесь чтобы было не так это будет относиться к линии номер один вот мы чуть-чуть подправим кругленькую это линия номер один теперь вторая линия из перед из первоначальной точки вы опускаетесь по кругу вниз и внизу останавливайтесь не надо соединять ее с первоначальной линии поставив точку в центр параллельно первой линии третью линию вы соединяете со второй так не очень хорошо видно и соединили место соединения тоже можно замаскировать потому что если честно я вечно промахиваюсь и поэтому вот эти штучки дрючки которые мы с вами добавим внутри и даже можно снаружи они приукрасят место соединения можно сюда же до присоединить еще один листочек и опять же начинается та же первая линия самая главная самая мощная на которую потом можно добавить еще парочку скажем так вспомогательных линий которые украсят нам нашу первую главную линию возвращаясь первоначальную точку вы начинаете дорисовывать огружность я обычно стараюсь брать такой побольше радиус чтобы они были более круглыми и поставив точку в центр соединить третью линию со второй внутренней линии помогут нам замаскировать место соединения это вот основа это скажем самый самый простой вариант который можно взять как скелет да вот как бы за скелет а дальше можно немножечко взять и усложнить ситуацию историю добавляя всевозможные внутренние внешние такие же линии прикрепляя к основной главной линии сейчас я просто например верхняя линия вы можете взять расширить ее и поставить как будто бы такой двойной мазок а чуть ниже одинарный хвостик вытянуть это уже будет больше похоже на листочек чтобы хвостик просто так не болтался его можно взять и превратить тоже в отдельный такой элемент либо допустим вы можете взять сейчас я немножко подвинулись не рекомендуешь рекомендуешь тренироваться вот так на бумаге просто акриловая а почему бы и не до гуашь даже можно взять обыкновенно я в свое время когда начинала рисовать первую по свою помню художку как катя нам преподавала я пришла домой достала альбом у детей дети были еще маленькие и с ужасом обнаружила что я им купила кисточки в школу на которых написать написано коза а на второй кисточке было написано пони кисточки не собирались в одну точку да и мне пришлось отдать им на урок рисования кисточки которыми мы рисовали натуральными колонковыми кисточками черная речка это было это было самые крутые смотрите для тренировки на бумаге конечно кисти из маникюра лучше не брать иначе она понятна не строги конечно просто купите кисточки сделанные из белки потому что белка она хорошо сходится в точку что значит в точку понятия сейчас я объясню вот вы когда кисточку покупаете вот он цоколю кисточки белка вы ее когда смочите например либо в акварельную краску либо в гуашевую она должна у вас сходиться в точку вот видите острый хвостик чтобы был острый хвостик вот поэтому будете себе покупать краски в принципе покупаете любые это может быть гуашь это опять же для тренировки на бумаге гуашь это может быть акрил и это может быть обычно акварель в принципе все и кисти вы покупаете себе белку понятно бельчи пони может быть ну пони тоже пламотно ручку сходим на фоне и вас берем белочка хорошо и вот купили элементарно если у вас шестой раз не приняли занятия по вензелям не расстраиваемся просто отложите например на несколько месяцев прохождения этого урока возьмите каждый день в альбоме просто тренируйте элементы вот посмотрите вы когда потом уже к тип сам вернетесь у вас рука будет более поставленная понятно что на типсах постановка кисточки руки она другая она отличается от постановки на бумаге но вы по крайней мере запомните саму схему вензелей да дальше придется приучать себя уже к типсу черный недостаток типсов типсы они также как и ногти имеют поперечный изгиб и вот этот вот изгиб на типсе и на ногте да вот этот изгиб он мешает так легко рисовать как мы рисуем над бумаги на бумаге поверхность плоская типс изогнутый и вот это изогнутость особенно вот в этих местах постоянно кисточка соскальзывает а вот здесь в сбоку она соскальзывает то вот в этом месте она скользит вот потом я всегда говорю дальше у тебя месяц тренировки на голых типсах ну чтобы время не тратить например на покрывание типса можно на алиэкспресс мешок заказать ложечек заказать мешок типсов дешевых вот просто себе тренироваться и на голых типсах вы уже берете гелевые краски кисточки нормальные для типсов и начинаете тупо тренироваться без фона без ничего так запомнили приступаем к типсам и то есть теперь по поводу кисточек до чем удобно рисовать я очень люблю рекламировать эти кисти потому что ну реально у меня восторг от них так вот тут участвовать сейчас новый цвет да у нас такой они матовые пусечный такой не ну конечно это пусечный цвет легко загадить знаете когда вас берете новую кисточку в работу берете и топом либо матовым топом либо глянцевым топом покрываете деревяшечку вот эту вот просушиваете и после работы всегда раз обезжиривателем вытер и все нормально как люди на ты гениально я забыла что мы раньше это делали и мне очень нравится сейчас матовым покрывать топом классно он такой на ощупь прикольненький так хорошо чисто вымывается вообще но только обязательно когда она новенькая вот потому что ну чтобы ворс был да не в геле а то можно заполимеризовать поэтому чистую кисточку покрыли топиком и классно оранж девочки особенно кисти которые побольше мы делали акриловую лепку рисовали втирки втирали помнишь у катя такие кисти были вообще лепестки такие вытянутые остроконечные супер так да давай так вот люблю эти кисточки на самом деле я ничего другого в жизни не видела просто ничего не покупала ты даже у конкурентов ничего не покупал нет это все вражеское все не наше да видите настоящий фанат компании да я просто преданный работник не знаю как ты меня любишь просто любишь просто а я тебе тоже очень нельзя не любить так вот мы сейчас просто скажу девчатам я пытаюсь 6 это в онлайне тоже объяснить есть у нас две кисточки как бы есть в продаже и они уже очень многом лет несменные значит одна белая синтетика а вторая черная синтетика белая синтетика она чуть короче и мягче а черная синтетика чуть жестче и длиннее ни в коем случае нельзя сказать что вот вам маша подойдет только белая синтетика а вам клавочка только черные ни в коем случае потому что нужно пробовать и например на художественной росписи все время девчатам говорю начните с белой вы всегда успеете купите вторую но вот вензель очки все-таки в легче начинает рисовать беленькая на легче в обращении на помягче легче идет на поворотик хотя видела неоднократно как девчонки реберут черную синтетику такие вырисовывать кренделя что даже надо завидно кстати что такое вам секрет я хочу сейчас вот эту белую синтетику выпустить вот в таком же размере как белая только еще будет из темной синтетики надо будет попробовать тоже классно можно будет все а я взяла кисточку белую синтетику и перед началом работы всегда рекомендую кисточку смочить в капельку базы базы может быть любая база он допустим вот у нас бы из гель конечно любая которая есть под руками даже если вдруг у вас нету можно взять и в ступе смочить кисточку туда пишет темная лучше для вензелей смотрите белая синтетика так как она белая на ней очень легко схватывается особенно гель-лаковая текстура гель-лаки например цветные поэтому обратите внимание что кисть нужно влажными салфетками белую синтетику прям протирать одевать колпачок прям колпачок не терять потому что она от обычных ламп настольных представляете сволочь полимеризуется но это если вы забыли убрать гель-лаки с кисточки не ну лучше брать сразу в темное место в пенал вот мне нравится больше в пенал раз убрал в пенал и все хорошо темное место и все замечательно вот написали что лучше всего черную синтетику я вот вам говорю для того вот поэтому и говорю что однозначно сказать невозможно кому-то легче будет более жесткой кисточкой рисовать кому-то более мягкой потому что всех почерк разный так но в основу в основу мы возьмем да 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 возьму возьму в основу возьмем допустим давай просто вдвоем нам я очень большая женщина мало места за так возьмем гель-лак из прекраснейшей коллекции эгоизм как промывать кисочки вот мы только что вам показали лучше всего в базе да ни в коем случае нельзя мыть в спирто содержащих растворах в ацетона содержащих растворах в обезжиривателя потому что в волокно искусственная синтетика она начинает пушиться и у вас кисток кисточка за 400 рублей превращается в пушистую кисточку для втирки пыли дороже кисточки для втирки пыли трудно будет найти вот поэтому промываете в базе а чтобы очистить от цвета той же базы положить в пенал обычные влажные салфетки капелька базы влажная салфетка и так возьмем в основу 345 гель-лочок из коллекции до эгоизм да мы не будем сейчас покрывать много слоев так мне плохо видно я немножко чтобы было все таки да я могу вот так так если какие-то волосы попадаются это сейчас зимой теплее просто клиенту будет как-то себе для эфиров настраиваешь чуть повыше чтобы мне было видно типс но не через телефон все-таки а вот лучше да я не буду шевелиться да вы еще вы можете просто приблизить как бы чтобы было мне вот так будет хорошо итак значит мы сейчас не будем покрывать двумя слоями достаточно нам будет одного слоя тем более что это не клиента типса и с любой фон конечно вы можете сделать просушить в лампе в течение 30 секунд и так как у нас все таки новый год впереди можно добавить к любому фону какие-нибудь красивые блесточки обожаю набор конфетти вы его сейчас и хвост и в гриву везде на темный фон добавляю на светлый фон добавляет если у вас он есть наличие то вспомните про него вернитесь к нему потому что это просто супер и изначально когда я начинала только вот допустим открывать смотреть эти красивые блесточки такие тут же есть и крупные мелкие немножко непонятно было наносила обыкновенной кисточкой и блестки становились ребром и нужно было каждую эту конфетушечку там уложить а потом я давайте а потом я просто взяла и все это стала делать кисточкой для градиента вот наша кисточка амбре четверочка она шикарно укладывает все блестки и все блестки лежат параллельно то есть как бы ни одна блесточка не становится ребром и все получается очень достойно и ровненько мы можем как крупные разложить мы чуть-чуть добавим и чуть-чуть на задний фон тем более что будем рисовать поматовой поверхности и эти блестки не такие будут загадочность какую-то создавать поэтому совсем чуть-чуть добавляем сейчас мы крупные добавим потом мелкие смотрите эти краски всегда есть в базовом ассортименте если вдруг по каким-то причинам нету вашего дистрибьютора то значит скоро будут просто они закончились у него или в магазине в интернет-магазине если вдруг вы зашли их нет это не значит что их нет вообще возможно просто времени на нет там производство еще не произвела новую партию вот но имейте ввиду я всем всегда рекомендую это такой знаете базовый набор для создания каких-то декоративных эффектов от конфетита для создания эффектов всевозможных мы добавили несколько крупных конфетюшек и немножечко меленьких и они не будут сильно бросаться в глаза даже те клиенты которые не очень любят блестки вот если покрыть их матовым топом вы увидите в конце это будет реально такое загадочное такое интересное новогоднее покрытие просто сделала такую дорожку небольшой да мы я еще хочу под вензеля добавить немножко черного цвета сейчас если посмотреть на образец так как мы будем рисовать в результате белым белой гелевой краской без остаточной липкости да в нашем случае time past а вот не видно вот и как бы чтобы вот эффект затемнения был на заднем плане как будто бы тенешечку проложим там чуть-чуть это нисколько не испортит а наоборот подчеркнет наши белые вензелю вернее наши белые вензелёчки до подчеркнуть скажем так находит лучше видны на этом черном забавном фоне забавном забав новогоднем черном фоне можно еще знаете в лучших традициях екатерина николаевны добавлять дизайны вот конечно все что есть на столе все что есть на столе да и например мы можем с вами добавить даже вот какие-нибудь слова сейчас вот есть шармиконы там новогодние можно там но там текст такой мелкий но его много текста чтобы не разглядывать можно какой-нибудь буквально одно словечко добавить давайте какой-нибудь если добавлять слова они придадут какую-то больше современную современность любые вот даже сейчас вот допустим у нас вот есть художественный роспись второй уровень мы рисуем там и клубнички и вишенки и цветочки и вот даже вот старую нашу клубничку если нарисовать рядом пару словечек приклеить смотрится совсем по-другому то есть более современно вот будет ну и вишенка с надписью то есть смотрится очень круто да сейчас нужен текласс потому что шармиконы лучше всего приклеивать все-таки на текласс часто спрашивают а можно вытереть липкий слой и приклеить но если это гель-лак не нет смотрите если нет текста берете любой финиш гель-лаковый только гель-лаковый очень важно с липким слоем пересушиваете его прям минут 5 обезжириваете но все равно поверхность будет не такая резиновая как у нашего текласса текласс и шармиконы созданы друг для друга и если говорить про гель-лак я обычно девчатам говорю ну вытереть можно конечно но процент вероятности сколов может увеличиться ведь получается нету дисперсии как бы уже будет плохо прикрепляться следующий слой правильно же ну а так как гель-лак он пористым все равно будет держаться но тем не менее нет там на школу могу него резиновая такая поверхность на которую клейка основа у этой наклейки она прямо аж впечатывается да а когда ты просто обезжирил и вроде там как бы глянцевая поверхность ну вот там текстура она другая даже не вопрос все равно же гри поэтому лучше все вытереть можно можно ли вытереть можно но лучше приклеить на текласс покрывать весь ноготочек или не весь ноготочек не знаю я вот видимо по старинке считаю что если покрываешь тонким тонким слоем весь ноготок мне кажется толщина ногтевого пластины по всей поверхности одинаковая но если уж совсем маленькая наклеечка можно конечно мазнуть и под наклейку под наклейку можно знаете как наносить так чтобы по бокам не наносить текласс потому что она расширяется если каждый следующий слой на ног наносится на в рост и просто в этом случае но если как вот у меня например шермикон идет слева направо да и будет аж к в ростом подходить то конечно весь ноготь надо наносить ну вот поэтому надо смотреть конечно можно так можно и так ну смотри как люди на нас смотрят аж девяносто пять человек ну надо же какой хороший аккаунт считаете вообще это знаешь мне так нравится в имя онлайн сейчас вести потому что сюда приходят конкретно целевая аудитория кому вот что-то интересно про обучение сейчас все равно учебы не говорили учиться учимся мы все время ну вот сейчас у нас получилось да как бы есть у нас и блёсточки так как мы все-таки говорим про новый год у нас есть такой затемненный фон под будущее белость вот эти вот бензель очки белого цвета да и даже немножечко современного искусства виде какой-то надписи лучше в традициях екатерина николаевна так ну и теперь закрываем матовым топом нашем случае это вельвет смотрите чтоб матовый топ не скалывался сейчас с глянцевой поверхности т-класса можно либо два раза покрыть матовым топом либо можно любым топом с липким слоем например топ слайдер а потом вельвет топ гель просто вельвет топ гель матовый топ ноу вайп без липкости супер стоит если он наносился на что-то дисперсионное на цвет который например его ничем не трогали этот цвет там же есть дисперсия супер стоит на топе без с липким слоем тоже супер стоит потому что есть вероятность не факт кстати вот у таких как у меня я никогда не перекрывают топом с липким слоем у меня все чудесно стоит у меня матовый топ не скалывается с глянцевого но у кого сильная нагрузка идет на торцы ну это особенно кто коробки разгружает или работает на почте россия почте на вал бересе они как раз все вот сходят как раз вот с матовым топом вот абсолютно все пенсионный фонд тоже ходит весь матовым топом так ну я покрыла матовым топом смотрят потому что раташу как люди но больше нигде не увидишь как люгина ты стесняешься нет я очень стесняюсь я не медийная личность не по мне я очень сильно меня достала ну как тебе вот говорит что ты прикольно ведешь эфиры я кстати вот буквально когда слушаешь рожать все время нет но я стараюсь я становлюсь серьезным человеком я собираюсь так серьезным человеком нельзя становиться серьезной наоборот ты должна говорить так как ты в жизни говоришь с шутками прибаутками чтобы было весело потому что человек когда смеется он испытывает радость а радость из всех эмоций это самая приближенная по вибрациям к состоянию любви счастья ой я счастлива поэтому я тебя призываю дарить людям радость через свои шутки да хорошо я не знаю что я должна сейчас на этот момент сказать я уже просто со стада сгораю она мне все время хочет треснуть это ужасно со стороны еще прямой эфире утром я кстати материлась на тебя ты помнишь нет нет плохих слов она не говорила нет она очень завуалирована я матершинец я выросла в семье матершинка давайте здравствуйте я алкоголик хотите поговорить я нормально кстати матерюсь я просто очень вкусно матерюсь как материться моя мама и как моя бабушка вот вообще песня просто для ушей обожаю если у геннадьевной дамы друг друга очень сильно это очень важно тоже геннадьевна общаться иногда такое а я прям хочется поддержать но сдерживаются люди поддерживают будем рады да я сейчас иногда допустим когда проверяю работы бывает что но не идет у девчат ну вот ну никак то градиент то еще то я начинаю уже звонить теперь и мы общаемся лично с девочками и высылаю то видео да ладно да мы уже серьезно а потому что ну как вот еще объяснить хочется донести да кричатся да 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 так но сейчас мы споем дифирамбы нашему прекраснейшему материалу белый рафина белый рафина за последние годы очень сильно изменился по формуле он стал гуще некоторым это не нравится вот но я считаю например для московой техники особенно те же бензеля для московой техники да но если вдруг если вдруг вы взяли белый рафинат в руки им пасту и вам не ну как бы по густоте не подходит вспомните о том что это в первую очередь это гелевая краска без остаточной липкости а что еще у нас есть чудеснейшая это теклос теклос он тоже без остаточной липкости если вы добавите маленькую капельку теклоса в им пасту смешаете все должно быть в разумных пределах можно же набабахать и превратить это в жидкость вот а так если вы добавите капельку от капельки тут вот что-то пишут такое смотри мне нравилось когда наталья принимала задание на огонь доходчиво объясняет пять раз рисовала бабочку и смогла благодаря наталье у девочки ольга нэйлс чита вы сейчас пролили просто бальзмам на сердце оля вы правда из 4 я жила в чите сейчас спролили бальзам на израненное сердце аккуратно екатерина ну что вы меня совсем я не знаю давай уже рисовать давайте просто поговорим это у меня ручки трясутся и так белая белый рафинад да если кажется вам очень густым добавьте маленькую капельку теклоса все малюсенькую только и тогда все будет хорошо а сейчас нам нужно в принципе довольно таки она густая чтобы были красивые мазочки я сейчас вот так кисточку перевернул и я всегда материал выкладываю себе вот на кончик ноготочка через перчаточку вот так вот видно мне видно сколько краски я буду набирать на кончик кисточки у боже меня вытерла сама екатерина николаевна это капелька база должна быть у вас всегда под руками это очень важно очень все промыла я вот кисточку я кстати могу взять идеальный мазочек номер ноль для главного мазочка для первой линии тогда она будет ну как бы более так массивно либо все могу рисовать линеарной кисточкой опять же смочила так все нервишки разошлись сейчас не знаю с чего начать но с чего-нибудь начнем и так набираете вы краску девчат только на кончик кисточки вы рисуете только кончиком кисточки и ничем другим вы директор кончика кисточки вы должны двигать кисть но ни в коем случае не руку так ну что с какого начнем листочка такого красивого завернутого надеюсь что видно в экране например начну вверх тормашками из отдельных вот таких вот мазочков составлять целый листик а можно еще кстати подсушивать на несколько секунд в лампе и эти мазочки будут как отдельные элементы объемно лежать вот не но мы не мы можем подсушить потом и пройтись ну то есть выделить какие-нибудь отдельные элементы так но так как мы все-таки говорим не про вензеля а про листочки поэтому предлагаю чуть-чуть расширить не только с внутренней стороны но и с внешней стороны какой у нас классный белый рафинат да он реально сам рисую девчат честное слово но есть кому конечно даже для начинающих иногда прямо густовато он действительно но это вот вы знаете для них во первых для m past это прям серия красок без липкости реально подходит именно вот эти две кисточки у нас же время раньше было очень много колонковых и я все их убрала из ассортимента так как большая часть росписи она проходит на красках гелевых а особенно на m past ах это густая краска колонок он просто физически не подходит даже и вы тогда начинаете ругать краску что она дебильная и невозможно рисовать на самом деле очень важно что именно наши две линеарные они дружат это как знаете брат и сестра рафинат мальчик девочка да а кисточка линеарка подружка сестричка потому что вот они прям очень ой как красиво не могу листики получились очень гармонично друг с другом друг ручонки то трясутся не совсем уж прям хорошо но что-то не похоже изобразим пару листиков добавим рассказать как мы переписывали курс короче наташа как любина все есть не договорилась наташа говорю нам давайте поговорим о новом годе послушаем короче давай заканчивай я сейчас людям расскажу смешную историю сейчас вы знаете мы многие программы переписываем потому что уже прошло два года вот сейчас переписываем курс маникюра мы его уже переписываем два месяца там у нас два новых эксперта грищенко наташа и донченко юля вы если периодически смотрите эфиры на ими онлайн вы уже с ними знакомы вот сейчас мы с ними переписываем курс маникюра а потом приступим к курсу наращивания обратите внимание что кто покупал курс маникюра у вас автоматически он заменится вернее не то что заменится а добавится просто новая версия апгрейд и вот роспись мы уже апгрейдили и те кто покупал пакет платиной и пакетами мастер и пакет чемпион у вас автоматически апгрейд росписи уже добавился и в общем когда я поняла что лучше чтобы наташа записала курс потому что базовый курс она курирует как куратор там еще есть ряд кураторов но большую часть уроков принимает наташа в общем она записывает неделю где-то курсы записывая записывать благо я монтажеру сказала пока не монтировать я говорю слушай давай подождем как запишет все тогда начнем монтировать короче проходит шесть дней наташа как люгина подходит нам и говорит вы знаете я плохо записала давайте я сейчас уйду в отпуск приеду и заново буду записывать и мы короче удаляем все файлы все это огромный огромный объем информации записи представляете который уже был антре отрендерен сброшен на компьютеры удаляем и начинаем записывать по новой ну вот перфекционист вы видите вот так бывает я не в жизнь бы так не сделала чтобы я неделю записывала записывала там 30 тысяч часов записи а потом сказала удаляйте я заново буду записывать просто хочется когда живешь рядом с тобой хочется тебе соответствовать нет это невозможно практически как люгина сколько раз тебе повторять ты 15 лет у меня работаешь я тебе говорю что ты кайфово рисуешь у тебя настолько повторение моего почерка понимаешь почему я тебя выбрала потому что ты очень хорошо копируешь мой почерк спасибо вам большое за комплимента боже сто один человек услышал это я пока просушиваю так пока он сохнет моё поджаренное лицо короче импасту нужно сейчас просушить две-три минуты если лампы слабы можно прям 4 минуты у нее нет липкости перекрывать ничем не нужно понятно что если рисунок там где-то на торцы попадает то со временем может стираться от механической нагрузки но это ничего страшного на самом деле это сильно не бросается в глаза вот а если рисунок находится где-то в центральной зоне он отлично относится четыре недели смотри фильтр тебя делает красиво я такая поджаренная ну ты какой-то с мальдив только а я туда такая знаешь с мальдив пятнами я просто ходила в дашеньке к нашей вишу беленькая а я сделала недавно лазер на все лицо у меня здесь как же наждачная бумага я сделала ты видишь я решилась столько лет я решалась я решилась все-таки когда петух в жопу уже ужалил и тебе скоро 39 лет у вас нету этого места которые вы сказали это уже на боль насрать ради морщин что не сделает такого слова насрать короче девочки мы с вами прощаемся еще раз напомним а звука линий сейчас можно купить со скидкой мы сейчас лендинг со скидкой повесим stories если уже не повесили девочки они периодически его вешать сейчас лендинг именно со скидкой идет постоянно вот уже месяц вот практически все элементы перезаписали сделали апгрейд и добавили очень много элементов сделали такую современную зебру современный леопард ванхартен вот эта абстракция кстати значит это сванхартен дизайнер знаменитая у него этими ремнями очень вдохновилась дырки раз девочка братья таких вот золотых таких водах я помню белые ли это или то обратно в общем хороший курс все равно добавили московые цветочки вензеля думали сначала не добавлять а потом поняли блин все равно даже если вы эти цветы не будете делать клиентам но вы за счет того что вы отработаете эти уроки с цветами московыми и с вензелями вы поставите себе руку понимаете а ее именно надо ставить еще раз напомним пересмотрите эфир самого начала мы показали как тренироваться вот потому что тренироваться надо у кого-то результат через шесть месяцев у кого-то через год а у кого-то через два а у кого-то и сразу получается знаешь как интересно смотреть вот он раз прям хочется там да вы классно давай молодец прям супер мне даже надо не хватает условия от людей прям реально сразу да 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 прям вообще даже неудобно еще раз напомним для этого не нужно быть художником наташа бухгалтер по образованию много лет проработала бухгалтером просто так сложилось когда она переехала в новый город из 4 а из иркутска ты в чете родилась из иркутска переехала в ростов я в иваново родилась а я в ульяновске родилась 10 лет прожила в някутии нерингри скажи как красиво звучит город нерингри кто из нерингри до 10 лет моей жизни там прошли в тайге классно вот мы с тобой без тайги я с иркутска точно ты знаешь у меня холоднее чем в иркутске у вас холоднее там у нас у нас жопа да нет такого слова да есть такая жопа да нет такого слова серьезные совершенно скучно на всех поздравлю с наступающим новым годом слушайте вы если приедете когда-нибудь ростов-на-дону к ней на живой курс прям рекомендую будете смеяться все два дня базовый курс кстати в ростове идет всегда два дня правильно мышь не изменим мы как мы смотрите если взять 10 лет назад курсов по дизайну преподавалась живых очень много сейчас практически все ушло в онлайн потому что у людей даже физически нет времени проходить это поэтому то что проходят это осталось азбука линия на неизменна и вот мы даже ее хотели сократить до одного дня нет да все таки если ну как результат то блин ну за один день нет если посидит 9 человек 8 из них говорят почему только два дня почему только два еще один день ты это понимаешь когда ты уже два дня прослушал поэтому когда вы начинаете хныкать и плакать говорит что почему два дня нужно хотя бы один день у меня и на два дня нет времени я вам рекомендую два дня своей жизни потратить на курс живой азбука линий в ростове-на-дону наташка клюгиной фамилия мне смешная как что он смотри я была на курсе у наташ это правда щеки от смеха болели я тебе реально говорю это я мужу каждый день говорю ты меня сегодня еще не смешил ты же знаешь у меня лёша такой все думают что у меня брутальные очень серьезные на самом деле человек знает кучу анекдотов и всякой херни смешной что он рак по гороскопу ага точно вы же два рака он такую фигню интересную выдает что я знаешь я вот просто все время смею обожаю своего мужа за то что он меня смешит а это самое главное что он тебя обожает ну конечно как можно меня не любить меня нельзя не любить значит меня можно любить логично логично в общем всем хорошего пилилова я надеюсь что вы нас не только слушали ну и смотрели обязательно пересмотрите самом деле всем побольше денежных клиентов успеха в работе с наступающим новым годом и спокойного душевного радостного состояния внутри потому что все зависит от того что у вас сейчас происходит внутри какие эмоции вы испытываете наташа спасибо перебила тебя как ну прям лично прям да я аж ничего ничего какое-то это из иркутска не нет это наш ростов тычок и хочется здоровья я не знаю я все время всем желаю здоровья вот что все были здоровы и чтобы вы были здоровы и чтобы ваши дети внуки внуки я уже трижды бабушка нет здоровья 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 успеха по всем во всех делах абсолютно а я сказала бухгалтер который приехал жить в ростов и понял что бухгалтером дальше работать не будет нужно менять профессию и пошел в мастера маникюр я просто помню как ты рисовала рисовала я вам скажу она так себе я на нее не обращала внимание года два потому что сколько ты салона проработал неправда ты сразу сказала что пилить можно научить обезьяну а то у тебя прикольно получается рисовать ну короче я ее сразу преподавателя не взяла что я сразу не то у нас никто не пришел сразу преподавателем вот вспомним нас все прошли через салон у нас вот не было такого что раз такую и пришел такая пришла такая звезда нет абсолютно все приобрели опыт ну возьми аллу возьми и девочек люду лену и как бы все сейчас рассказывает за кураторов имя онлайн представляете все кураторы имя онлайн они с нами все по 15 лет вот представьте сколько кто-то поменьше конечно ну допустим даже юля донченко она сначала в салоне начинала а потом уже эксперты причем сейчас какой вообще мастер просто слов даже нет на самом деле короче и у вас все будет так же так что лена головина люда пусторойтинка алла юременко наташа как люгин кого еще не назвала это старая гвардия которая основе люди приходят и уходят до нас вынес это шутки много лет а людвела петровна спрашивает а кто четвертый будем серьезными всем пока до свидания девчата